На сцене Захаровского Дома культуры воспитанники воскресных школ, 14 коллективов, свыше 300 участников. Это первый рождественский фестиваль хоров, организованный Денцовским благочением при поддержке района администрации и управления образованием. В начале благодарность участникам традиционных рождественских чтений, которые завершились в декабре. Очень знаменательно, что мы собрались на наш первый фестиваль в эти светлые рождественские дни. И хочется пожелать, чтобы он, этот фестиваль, стал по-настоящему любимым мероприятием, таким же, каким являются рождественские встречи, ежегодно проводимые в нашем Денцовском районе. Рождественские святки, время, славить Господа. В репертуаре юных артистов и традиционные рождественские песнопения и современные произведения. Воспитанники воскресной школы Иоанна Притеченского храма поселка Лесной городок исполнили песню «Молитва» группы Би-2. Все, кроме любви, вся наша жизнь, это никто. Я, я не один, но без тебя просто никто. Мы надеемся, что это начинание станет доброй традицией в Денцовском благочении, которая прежде всего не будет выявлять, кто сильнее, кто слабее, а сможет стать неким обвиняющим началом для всех тех творческих людей, которые занимаются испытанием дорастающего поколения в рамках своих приходов. Первый рождественский фестиваль хоров воскресных школ Одинцовского благочения Захаровский дом культуры принимает не случайно. Это место славится не только гостеприимством, но и добрыми традициями. В ближайшую субботу здесь состоится конкурс творческих работ «Рождественская звезда». Православное пение, оно имеет огромные традиции исторические, и хорошо, что они возрождаются и возрождаются с успехом на Одинцовской земле. Православное пение, нежное, доброе, лаконичное – каждый коллектив, выходивший на сцену, старался удивить зрителей. Здесь и рождественская песня юных прихожан Георгийского собора города Одинцова, и задорные калятки христославов Троицкого храма Назарева. Ярким финалом фестиваля стало выступление Воскресной школы Богоявленского храма «Села Жаворонки». Ребята поражали и артистизмом, и костюмами, которые отшивали в профессиональной мастерской шестеро партних. Сегодня все-таки не конкурс, а фестиваль, но тем не менее, наверное, хочется удивить зрителей. Ну, у нас это получается. Мы, может, и не хотим, но у нас все равно. У нас вот такой руководитель замечательного театрального кружка Кондратьева Любовь Александровна. От костюмов до сценария, каждую мелочь, каждую точку. Ну, и, естественно, батюшка с матушкой. Дай Бог им здоровья. Без их крыльев у нас бы ничего не получилось, мы бы не летали. Без победителей и проигравших фестиваль православных хоров стал встречей единомышленников. Каждому участнику диплом на память, ведь впереди немало творческих событий, в том числе и гиперхиальный конкурс молодежных хоров. Мария Подгипольская, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.